Бурная река хороша, но и тихо, и завод прекрасна. Привет, Аташа! Сегодня я буду рассказывать вам о четырёх книгах, которые посвящены четырём разным периодам истории России. Первая книга, о которой я хочу рассказать, принадлежит первому Борису Акунину, и называется «До проключения и рассуждения Луция Катина». Сюжет происходит в эпоху управления Елизаветы Петровны сначала, а потом и Екатерина II. Она повествует о молодом и юном человеке, с высокими помыслами, философскими взглядами и, конечно же, о его приключениях. И в первую очередь я хочу вам рассказать об одной интересной задумке, которую Борис Акунин воплотил в этой книге. Здесь есть значок, который выглядит как сочетание английских букв А и Б. Надеюсь, вам видно. Вот он. Он означает «Аристабук». Вы скачиваете соответствующее приложение, и когда в конце главы видите этот значок, то наводите на него приложение, если можно так сказать, и фотографируйте так, чтобы в кадр попадал и знак этот, и часть текста. С YouTube запускается ролик длительностью в полторы-две минуты, который документально дополняет то, что вы только что прочитали в главе. Сама задумка весьма любопытна, но здесь есть пара слабых мест. Во-первых, не у всех есть смартфоны, айфоны, планшеты и так далее. Да, в книге указано, что на такой случай можно посмотреть все эти ролики в сети, но засада в том, что не у всех и сеть есть. К тому же, этой функцией не везде воспользуешься. Допустим, ты едешь в транспорте, научников с собой нет, да и лавировать между книгой и смартфоном как-то не очень удобно в таких условиях. Или сидишь на паре и тайком читаешь книгу. Тогда тоже особо функцией не воспользоваться, потому что если преподаватель заметит, что студент, если того, чтобы слушать его лекцию, что-то слушает через наушники, то как бы везде не подключается он. Ну и еще одно. Во-первых, нужен желательно Wi-Fi, чтобы посмотреть ролики, потому что не каждый тарифный план выдержит такую нагрузку. Ну и приложению порой нужно временно подумать. Поэтому приходится обращать внимание на то, сколько успеваешь прочитать текст, чтобы вовремя запустить видео. Ведь хочется его запустить именно, когда вы дочитаете главу. Но в моем случае это получается 3-4 абзаца. К тому же иногда по нескольку раз приходится перефотографировать одну и ту же млему, потому что порой приложение и вовсе не запускается. Но самый главный минус – это то, что это не дает погрузиться в книгу. Вы постоянно отвлекаетесь на просмотр роликов и не можете полностью с головой, всеми мыслями, своими думами нырнуть в происходящее. Вот почему эта задумка мне не видится перспективной. Но перейдем к самой книге. Стиль написания текста примерно как в XVIII веке. Приблизительно. Очень. Это не всем может понравиться. Мне это по сердцу. Я люблю все историческое. Моя обувь, я бы вообще на белесте писала. Но не всем это может зайти. Что касается стиля книги, не в плане языка, под стать стриния, а в общем смысле, то, если вы помните, у Кунина такое произведение, оно так и называется, детская книга, там мальчики, которые попали в прошлое, через особый ход в Москве по тайной, стиль один к одному, как там, в точности. Я его прямо узнала. Сюжетная линия. Книга невероятно предсказуемая. Просто вот я смогла предвосхитить каждый сюжетный поворот. Мне стало интересно, а когда я в последний раз читала столь предсказуемую книгу. Я не поленилась. Я поведала свой список прочитанного. Я нашла такую книгу, когда я ее в последний раз читала. Она принадлежала Перу Илварта Смита и называлась «Седьмой из свиток». Я ее читала в 2017 году. То есть, представляете, за три года чтение книг, это около ста штук, плюс-минус в год, я не читала столь предсказуемого сюжета. Это о чем-то говорит. Персонажи. Я им не верила. Просто Станиславский во мне какой-то проснулся. Они не безинтересны, весьма любопытны, но на реальных людей не очень похожи. Я допускаю, что в XVIII веке жили люди с помыслами отличными от наших с вами. Но все же они мне казались больше не людьми, а какими-то ангелами, живущими на небесах, которые мечтают дикарей-землян как-то выразуметь, сделать более цивилизованными. В общем, в результате у меня сложилось впечатление, что Борис Акунин просто устал. Это не самое сильное из его книг. Перейдем к второй России. Это «Дети мои», Гузель Яхина, автор. Вы, возможно, помните, как я восхищалась ее книгой «Зулиха открывает глаза». И примерно того же я ждала и от романа «Дети мои». Но я ошиблась. Если «Зулиха открывает глаза» это был бурный поток, который читателя завораживал, кружил и уносил мощным, сильнейшим течением след за собой, то «Дети мои» это скорее прудик, в котором вода стоячая. Она порой блестит искорками, порожденными солнечными лучами и рябью, порожденной ветром. Ну, как я написала в своем текстовом отзыве, «Бурная река хороша, но и тихая завод прекрасна». Когда действие в книге зарождается, мы все еще видим императорскую Россию на дворе прав Николай II, но вскоре эта эпоха с ним сменяется революцией. Вот уже и 20-е годы, и 30-е пошли. И вот так неспешно роман охватывает вот этот упомянутый мною период. Речь идет о колонии, которая была основана немцами, в которой живут немцы на протяжении уже столетий, с тех пор, как прибыли в Российскую империю по зову Екатерина II. И главный герой, он поволжский немец. Что интересно, у меня родославный тоже поволжский немец, он, правда, мне не кровная родня, он отец моего дальнего родственника. К сожалению, ничего больше об этом романе сказать вам не могу, так как за каждым сюжетным поворотом кроется какой-то сюрприз, и малейшее мое слово может этот сюрприз раскрыть. И никогда не читайте аннотацию, его авторы руки бы оторвали. Он просто спалил всю книгу. Какое счастье, что я ее прочла уже после того, как познакомилась с самой книгой, и это мне не повредило. Третья книга это «Великая Отечественная война» 1941-1945 от издательства «Лабиринт», которую я заказала. Вообще, у нас в доме очень чтится победа во Второй мировой, достаются в этот день дедушкины часы, с которыми он прошел войну, документы к награде, сама награда, к сожалению, была похищена еще в 90-е, все такое, там, объект устраивается в эту честь. И я подумала, что будет здорово заказать вот такую книгу, чтобы вся семья как бы ее пролистывала, проникалась тем, что происходило в те времена и будет отлично. Но, знаете, я немножко была разочарована. Дело в том, что эта книга является сборником рассказов. Притом, казалось бы, книгу должен накрывать очень хороший рассказ, потому что это как ну, лицо книги получается. Но он такой надуманный, такой искусственный, такой какой-то вот ненастоящий, высосанный с пальца. Ну, только, по крайней мере, такое впечатление на меня произвел. Но вернемся к описанию книги. Так вот, это сборник рассказов, и по полям которых расположены разные иллюстрации с емкой информацией о каких-либо нюансах войны. Есть вкладыши, есть развороты интересные, но в целом я была разочарована. Дело в том, что и качество-то не очень хорошее, в наличии имеются зазоры, вот прям видно, что это приклеено как-то вот к ливенька. Никакое несравнение не идет с книгой похожего формата от издательства Махаон Египтология. Там вообще все шикарно, очень качественно. Вообще у меня сложилось впечатление, что книгу делали наспех. Хотя она была издана уже после 9 мая, вот. И вот знаете, здесь не хватило ни одной штуки. Когда солдаты уходили в свой последний бой и понимали это, что они не вернутся уже живыми, они оставляли на стенах очень трогательные надписи, понимая, что это последнее, что они пишут в своей жизни. Например, мы умираем, но мы не сдаемся. Этого в книге нет, к сожалению. Мне кажется, было бы гораздо трогательнее, атмосфернее, если бы вместо рассказов публиковали бы письма фронтовиков и их родных. Это тоже есть, но очень-очень мало. В общем, книга стоит 2500 без скидки. Со скидкой она мне обошлась в полторы. Мне кажется, максимальная цена за нее это 1100 рублей, даже 900, учитывая качество. Единственное, вы знаете, что мне очень понравилось, это в самом конце есть разворот с фотографиями родных и близких составителей издания, которые воевали. Там написано фамилия, имя, отчество, их судьба, их статус, сержант, санитар, полковник и так далее. Очень опытно было взглядывать эти фотографии и узнавать, какая судьба их постигла. Вот это мне очень понравилось. Мне последняя, четвертая книга на сегодня принадлежит перу Нарине Амголян. Называется «Она понаехавшая». Кратко в трех словах эту книгу можно описать следующим образом. Юмористический нецензурный рассказ. Речь идет о девушке. Рамянска, которая приехала в столицу Златоглавую работать и учиться. И она смогла устроиться в обменный пункт в Интуристе. Это последовало девяностые годы. Здесь нет единой сюжетной линии. Здесь просто сбойник рассказов, связанных с работой главной героини, написанной собственного лица, делаются выводы в конце каждого рассказа. Это скорее формат блога. Предупреждение, если у вас в острейшей форме аллергия на нецензурные слова, противопоказано для чтения. На сегодня все. До скорых книг. Пока-пока.